Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 12 февраля. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Южная пшеница резко подешевела. На льготные кредиты не хватает финансирования. Фермеры устроили общенациональную забастовку в Польше. Эти и другие новости далее в выпуске. Цены на пшеницу в южной части России резко пошли вниз, сообщило агентство про зерно. Цены экспортеров нырнули сразу на 800 и более рублей, рассказал гендиректор компании Владимир Петриченко. Если раньше трейдеры покупали пшеницу 4 класса по 16 800 рублей и дальше по 17 000 рублей за тонну без НДС, то сейчас цена остановилась на 16 000 рублей в порту Новороссийска. Аналогичная ситуация и на малой воде. Цена закупки доходила до 16 000 рублей, теперь только 15 000 рублей за тонну. Причина в падении мировых цен на пшеницу, которые тянут за собой и экспортные котировки на российское зерно. Падение в портах продолжается 4 недели подряд, отмечает Рефинитив Агрикалчи. За последние две недели экспортная цена потеряла практически 15 долларов. Внутренняя цена на ячмень, напротив, повышается и идет на сближение с пшеницей, заявил Владимир Петриченко. В Новороссийске ячмень покупают по 15 600 рублей за тонну, на малой воде по 14 800 рублей за тонну. В России назрела проблема с льготным кредитованием аграриев. Банки стали отказывать выдачи займов поставки до 5% годовых. Это объясняет тем, что все лимиты, отведенные на 2022 год, уже выбраны. Что конкретно происходит, Минсельхоз России публично не объясняет. Газете «Коммерсант» удалось выяснить, что вопрос об исчерпании лимитов поднимали на совещании в Минсельхозе 8 февраля. Во время встречи ведомство рекомендовало аграриям пока брать коммерческие краткосрочные кредиты, чтобы не допустить провала посевной компании. В будущем Минсельхоз рассчитывает договориться с Минфином о том, чтобы рефинансировать эти коммерческие кредиты по льготной ставке. Проблему взял на контроль Комитет Госдумы по аграрным вопросам. Зампред Надежда Школкина попросила Минсельхоз увеличить лимиты на льготное кредитование. По оценкам Комитета Госдумы, на субсидирование кредитов в этом году потребуется 15, а то и все 20 миллиардов рублей. Перспектива брать коммерческие кредиты выглядит для аграриев сейчас не слишком привлекательной. Отчасти потому, что кредитование в России в целом может подорожать. По состоянию на 11 февраля ключевая ставка равна 8,5%. Центробанк должен поднять ее до 9,5%. Ужесточение денежно-кредитной политики – это попытка регулятора придержать инфляцию. И, вероятно, в будущем мы увидим еще большее повышение ставки. Ведь пару месяцев назад правительство рассчитывало, что в 2022 году инфляция составит всего 4%. Но сегодня прогноз Минэкономразвития повышен до 5,9%. В декабре глава Банка России Эльвира Набиулина констатировала, что регулятору не хватило жесткости, которая нужна для возвращения инфляции к целевым 4%. Разбавим грустные события позитивной новостью. Рейдовый перевалку зерна в России все-таки не запретят. Правительство поручило Минтрансу к 15 февраля подготовить документ, который исключает биоресурсы, рыбу и зерно из перечня грузов, запрещенных для перемещения с судна на судно. Напомним, что рейдовую перевалку зерна хотели запретить для защиты водных объектов. Инициатива встретила активное сопротивление со стороны экспортеров зерна. Против запрета выступил также Минсельхоз Ростовской области. Ведомство указывало, что зерновая пыль, попадающая в море, не наносит ущерба экологии. А вот запрет рейда может подорвать экономику региона. Помимо рыбы и зерна будет разрешена рейдовая перевалка сжиженного природного газа из арктической зоны. Средства химической защиты растений в этом году подорожают как минимум на 20%, а скорее всего рост цен будет еще больше. Такое заявление сделал генеральный директор компании Щелкова Аграхим Солиз Каракотов на конференции «Где моржа?». Солиз Добаевич объяснил, что в себестоимости пестицидов примерно 58% составляет стоимость действующего вещества. А все ДВ в прошлом году выросли в цене. Например, азоксистрабин, лямбдоцегалатрин, бендозол подорожали в полтора раза, имидоклоприд, пропеканозол более чем вдвое, а лидером роста стал глифосат. Его цена увеличилась почти в 4 раза. По прогнозу Каракотова, пестициды подорожают в этом году на 29-58%. На этой неделе сельхозпроизводители Польши объявили общенациональную забастовку. Они перекрыли дороги в 50 населенных пунктов, требуя, чтобы государство изменило аграрную политику. Лидер польской организации Агроунии, которая инициировала акцию, сообщил, что у фермеров накопилось много неразрешимых проблем. Аграрии протестуют против высоких цен на удобрения, электроэнергию, а также на топливо. Кроме того, они возмущены бесконтрольным импортом продовольствия из-за рубежа, сообщает РИА Новости. Аграрии молча умирать не будут, заявил лидер Агроунии и пообещал, что если тракторный марш не даст результатов, то 23 февраля фермеры выйдут на протест в Варшаве. По традиции закончим выпуск новостью, которая должна подарить вам улыбку. На этой неделе героем шутливых публикаций стал министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов, который призвал, выдавая гранты, ограмотнять население. Надо вместе, как бы при выдаче грантов, надо и ограмотнять население. Вот то, что мы вносим с вами, это как раз к этому и приведет. Важно, чтобы они грамотно составили документы и следили за целевкой использования вот этих грантов. Спасибо. Все, конечно, посмеялись, но с другой стороны, а что такого? Человек сказал правильную вещь. Получаешь грант, ты должен знать, как за него отчитываться. Гораздо хуже, когда чиновников вообще не слышно. Например, 10 февраля Совет Федерации проводил заседание, на котором обсуждали меры по сдерживанию цен на ГСМ для аграриев. И мы, конечно, спешили узнать, что это за меры. Увы, прямая трансляция велась совершенно без звука. На ютюбе и сейчас доступна видеозапись этого мероприятия. Целый час немого кино. Вот так сидишь, спрашиваешь, что сделает правительство, чтобы солярка не дорожала? А в ответ тишина. На этом все на сегодня. Будьте здоровы и верьте в лучшее. Тогда оно обязательно случится.